Привет! Я Влад и это Пушка. Рубрика про новые научные загадки, открытия изобретений и идей, которые вдохновляют жить и исследовать, а не разрушать и убивать. Сегодня я расскажу о новых типах роботов, которых редко встретишь даже в научной фантастике, а они становятся реальностью прямо сейчас. Рой из ботов вылечил организм от смертельной болезни изнутри. Перемещаются они по телу как ничто другое, сами себя собирают, при этом остаются невидимы для невооруженного глаза, поэтому могут проникать прямо в клетки. У них появились свои виртуальные гены, поэтому боты уже умеют эволюционировать. Им вживляют человеческую кожу и клетки сердца, чтобы придать новых способностей. Им дают паучьи тела вместо искусственных, заставляют работать на сахаре и за счет водорослей. Им встраивают чипы, которые имитируют устройство человеческого мозга. Их уже научили менять свое тело, и они учатся в реальном мире без нейросетей и больших данных. Это все разные роботы разных типов, но разработки только-только появляются. Так что их соединение разных подходов и технологий и создание гибридов – вопрос лишь времени. Добро пожаловать в будущее. Мы уже как-то привыкли к тому, что роботы состоят из стали, алюминия и пластика. А в движение их приводят напрямую электромоторы, как в последней модели знаменитого робопса. Или с помощью насосов. Они меняют давление в гибких трубках, наполненных жидкостью, как в более ранних моделях того же робопса. Также работают лапы у пауков при разгибании, за счет внутренней гидравлики. Пока членистоногий жив, он сгибает лапы мышцами, а разгибает уже не совсем ими. Он создает в теле давление гемолимфой, аналогом нашей крови. Этот природный механизм недавно использовали хитрые инженеры и сделали первого некробота. В твердую часть тела, она называется головогрудь, уже мертвого паука ввели иглу. И ею меняли давление, за счет чего стали управлять безжизненным телом. Оказалось, так можно захватывать и удерживать грузы массой почти в полтора раза больше массы самого паука. При этом не создавая ни сложных конструкций, ни приводов, ни новых материалов, в конце концов. Родной хитин, из которого состоит головогрудь, крайне прочен и надежен. Так вот, у роботов, у которых тоже много суставов и они подвижные, гидравлика незаменима. Как, например, у прямоходящего человека, подобного Атласа, бедняге, которому доставалось, кажется, больше всех на испытаниях. Оба подхода обеспечивают машинам большую физическую силу, скорость и в то же время позволяют перемещать конечности и располагать свое тело, если оно есть, конечно, очень точно в пространстве. Поэтому устроенных по таким принципам роботов или их самые полезные части, все чаще используют на высокотехнологичных заводах, от автомобилестроения до микроэлектроники. Но стоит оказаться такой машине за пределами правильного стандартизированного окружения, цеха, квартиры или хотя бы обустроенные улицы, как начинаются проблемы. Боты плохо адаптируются к нестандартным, сложно предсказуемым реалиям. Для каждой новой среды таких роботов надо готовить долго и нудно, и все равно без гарантий. А человеку тогда лучше держаться подальше, потому что высока вероятность, что машина налетит на него, заденет или как-то нечаянно травмирует из-за своей нестабильности. Так появилась идея. А что если делать машин из материалов, которые могут адаптироваться под переменчивое окружение и внешние воздействия, ну совсем как живые организмы, растягиваются, гнутся, сжимаются или вовсе меняют размеры и формы. И придумали их общее название «мягкие роботы». И это может часто обманывать, потому что они не всегда мягкие, но так уж устоялось. Это отдельное направление в современной робототехнике, и о нем незаслуженно мало рассказывают. Из совсем нового, то, что я называю «жидкобот». Сейчас он проходит лабиринт, меняя форму или вовсе разделяясь на множество частиц, которые потом могут сливаться обратно в целое. Такой просочиться куда захочешь. Или вот вполне себе жесткий оригами-бот. Называется так он и из-за этой своей части. Это сфера или башня-креслинга. Такая оригами-конструкция позволяет ей легко скручиваться или твердо держать форму. Тем самым работать и пружиной, и контейнером, и пропеллером по ситуации. Так что бот может не только прыгать, преодолевать препятствия, плавать, но и переносить небольшие грузы. Словом, мягкие роботы далеко не всегда мягкие, но они всегда устроены и работают принципиально иначе. Не как привычные нам роботы из металла и пластика. Так они получают способности, в принципе, невозможные у старших собратьев. Поэтому могут решать нерешаемые для классических роботов задачи. Мы ведь часто недооцениваем, насколько сложно с точки зрения механики, физики и инженерии устроено то, что нам, живым организмам, дается так легко. Перемещаться в толпе, идти по лестнице, передвигать, в конце концов, хрупкие предметы и тому подобное. Это по-прежнему сложно даже для самых совершенных классических роботов. Отчасти потому, что они постоянно отслеживают положение своего тела с высокой точностью. И просчитывают следующие движения в очень узких пределах. Можно только ногу или руку, строго только туда или сюда. Создатели так ограничивают свои творения и соображения безопасности, чтобы машина не навредила себе или, что хуже, окружающим. Но мы-то с вами знаем, что реальный мир не настолько прост и прямолинейен. Вот почему, если что не так и справиться не удается в рамках заданных правил, знаменитые роботы Boston Dynamics просто падают безропотно, как болванчики. И если пробуют снова, то аккуратно повторяют действия, предписанные создателями в такой ситуации. Ни шагу в сторону. Хотя можно было бы оставить им хотя бы некоторую свободу выбора. Например, как здесь. Устранить помеху, то есть выхватить клюшку и выбросить, в конце концов, к чертям. Или вовсе не дать угрозе приближаться. Но бедняга вынужден просто повторять одно и то же до тех пор, пока не получится наконец добиться своего, то есть открыть дверь. Так вот, чем больше у робота элементов и их соединений, как в руках и ногах атласа, которые могут вращаться в разные стороны, тем выше степень свободы движений, тем труднее сохранять их точность. Поэтому машине нужно больше просчитывать, а значит и больше энергии, и больше элементов питания. И проблема многократно усложняется, то есть многократно вырастает количество необходимых вычислений, когда приходится иметь дело с нефиксированным окружением. Например, идти не по твердому и ровному полу, а по мягкой и неровной земле, или еще хуже, зыбкому песку, или не среди коробок, а допустим в толпе. Если робот размером с мыши, это не самая трудная проблема. Уже не так много места, но все же есть куда напихать электронику с батареей. Но что, если нужно, чтобы бот был размером с песчинку или хотя бы не больше рисового зернышка? Куда вместить и чип, и батарею, и моторчики, и манипуляторы, и сенсоры, и радиоприемник-передатчик? И это минимум, а задача у такого микроробота просто невыполнима для полноразмерных машин. Пробраться по таким непостоянным, мягким, подвижным тканям в теле человека к выбранной цели. Например, в легких, к очагу смертельной пневмонии, или по венам, к тромбу, или до опухоли в мозге. Как этот штопор-бот, который сейчас движется вдоль искусственной вены сквозь поток свиной крови, чтобы в точке назначения устранить условный тромб. Винтовая часть бота работает как пропеллер, так что он может двигаться хоть по течению, хоть против него, и добираться туда, куда даже лучший хирург не проникнет, если только по пути не повскрывает все на свете, что резко снизит шансы пациента на выживание. Конструкция, вдохновленная хвостами бактерий типа кишечной палочки, оказалась удивительно эффективной. Штопор-бота, если что, это мое название, а не авторов работы, теперь ждут последние испытания перед тем, как приступить к клиническим исследованиям, то есть уже на людях для спасения реальных жизней. Но даже когда роботы побольше, допустим, размером с жука, от них может требоваться недосягаемая для классических машин гибкость и пронырливость, чтобы, например, проникать через самые узкие щели под завалами дома, где могут находиться выжившие, и направлять спасателей точно к людям. Как эти несбиваемые роботы-дроны, которые не боятся столкновений. Такая устойчивость достигается за счет мягкого привода, имитирующего движение пчелиных крыльев. Для этого инженеры придумали, как можно делать такие маленькие и выносливо искусственные мышцы лучше, чем у пчел. И вот так постоянно с мягкими роботами, оказывается, само тело будущей машины можно спроектировать таким образом, чтобы оно обрело новые возможности, не благодаря хитроумной механике или электронике, а за счет самого строения или материалов, из которых тело состоит. Так ученые и инженеры поняли, что роботам необязательно делать вычисления, чтобы успешно ориентироваться и взаимодействовать с окружающим миром. Или даже можно обойтись без батареи на борту и оставаться беспроводным. Как этот примитивнейший и бестолковейший, на первый взгляд, макаронобот. Но стоит только вникнуть, как он устроен. У него нет подвижных частей, а значит, просто нечему ломаться. Дальше. Энергию для движения он получает от нагрева, а значит, с инженерной и научной точки зрения само его тело становится накопителем энергии, которую он использует для своей же работы. А главное, этот бот может преодолевать не сложные лабиринты, не имея ни сенсоров, ни чипа для обработки информации расчета движения или чего-то еще не менее полезного. Только за счет своей геометрии макаронобот при столкновении с непреодолимым препятствием меняет направление движения. И не сразу, да, но все же вслепую нащупывает, куда можно двигаться дальше. Интересно, что эти идеи сами по себе не новые. Новое их применение. Давно инженеры знают про механизмы, способные делать очень сложное движение, ходьбу вовсе без вычислений и даже источника питания. Только за счет геометрии и хорошо продуманной механики. Здесь источником энергии служит гравитация. Поверхность наклонной и шага бот просто спускается по ней. Другие могут работать от ветра, как эти кинетические скульптуры голландского художника. Все это примеры, когда удается вынести вовне ключевые элементы роботов, тем самым освободить их от многих ограничений. И это то, над чем работают создатели мягких роботов. Конечно, неизбежно появляются другие ограничения. Доска рано или поздно заканчивается, макаронина остывает и так далее. Но возникающие взамен издержки могут уже не иметь того значения при решении конкретной задачи, ради которой этот бот и создавался. Я не случайно так погружаю в научную сторону проблему, перед тем, как рассказать о самых впечатляющих разработках. В мировых медиа новости о мягких роботах часто упрощаются до бессмыслицы. Смотрите, какая смешная штука, ой, тетю, как мило шевелится. Но за таким, простите, нарративом остается незамеченным грандиозный смысл создаваемых технологий. И самое важное, их перспектива. Об этом я расскажу в следующей части ролика. А сейчас немного о личном и о том, что вам может пригодиться уже сегодня. Впервые я надолго оказался вдали от семьи, когда случилась пандемия. Перевивок еще не было, а я заболел. Тогда больше всего хотелось поддержать моих любимых, которые скучали по мне и переживали. И я отправил им вкусняшек. Когда я выздоровел, все стало как раньше. Но опыт прошел не зря. Несколько кликов и привозят уже через 15-20 минут. Я стал время от времени, пока работал в студии, заказывать домой уже не только вкусняшки, но и что-то посерьезнее, чтобы не ходить в магазин лишний раз. Так самокат выручил тогда, спасает он и сегодня. На выбор больше двух тысяч товаров. От готовой еды, которая меня не раз спасала от голода в студии, до батареек и личной гигиены. То есть все, что может понадобиться прямо сейчас. Но если дома или на работе не оказывается под рукой и рядом магазина нет, или просто нет времени сбегать в него, то это уже проблема. И здесь самокат незаменим. По крайней мере для меня. Сервис работает в 49 городах по всей России. Так я могу заказывать своим близким. Особенно любимые продукты. Потом только я заметил, что некоторые продукты сделаны под брендом самоката. Они отличаются качеством. Среди них оказались наши любимые творожки, йогурты и чабата с томатами. А дочка требует постоянно этих молочных коктейлей и мармеладных медвежат. Они тоже от самоката. В целом цены на многие товары в приложении не отличаются от тех, что попадаются в супермаркетах. Но как опытный юзер советую заглядывать в секцию со скидками. Тем более она сделана удобно. В какой раздел не зайдешь, кликаешь тут и сразу видишь отдельно в нем все товары со скидками. Словом, если бы не личный опыт, причем на протяжении двух лет, я бы не мог так рекомендовать самокат. Попробуйте сами. Если понравится, будет вам большая подмога в домашних делах. Ссылку на приложение самоката я оставлю под роликом. Переходите смело, Android или iOS определится автоматически. Только не забудьте перед заказом ввести промокод CYONE. Он даст вам скидку 20% на первый заказ нового пользователя от 800 рублей. Действует при покупке до 3000 рублей. Приятных вам заказов. Жили-были лабораторные мыши. Ученые заразили их бактериями, которые вызывают смертельную пневмонию. И одних грызнов не лечили. И через три дня они умерли. Все до одного. В той группе. А другим в легкие запустили целый рой микроботов. И мыши из второй группы поправились. Все до одной. Можно было бы все списать на антибиотик, которым по сути и лечили мышей. Но дело в том, что дали им дозу в 3000 раз меньше, чем надо было для истребления инфекции. То есть это не спасение, а какое-то просто издевательство. Но сработало же. Почему? А потому что эту крошечную дозу микробота доставили без потерь прямиком к очагам заражения. И никакого укола, как сейчас все врачи делают, чтобы ввести препарат в кровь, с которой он привычно разойдется по всему телу, а несчастным легким спустя время перепадут лишь какие-то остатки. Микроботов же, как спецназ, запустили в легкие напрямую через рот и трахею. И стоило оказаться на месте, как мини-машины начали выслеживать смертельно опасные бактерии и выбивать их лекарством прицельно. Тут воображение многих наверняка рисуют эдаких робо-охотников, как в старой Матрице. Они сканировали местность, находили цель и преследовали ее, и атаковали. Но я не случайно так подробно вначале говорил о принципиально ином подходе в создании мягких роботов. Здесь он реализуется в полную силу и во всей своей красоте. Эти микроботы сделаны из клеток водорослей, которые служат движком. Покрыты клетки частицами из полимеров, шариками наноразмера, внутри которых молекулы антибиотика. Это самонаводящийся снаряд. А поверхность шариков сделана из мембраны нейтрофилов, клеток крови, которые в нашем теле уничтожают патогены. То есть на шариках с лекарством стоит естественная как бы система наведения на бактерии. Без сенсоров, искусственных приводов и батарей мы получили роботов-охотников за инфекцией. Им не нужен процессор, чтобы выполнять нужный нам алгоритм, потому что мы не вносим его в машину. Мы создаем саму машину такой, что нужный алгоритм становится единственным способом ее поведения, просто в силу ее конструкции и материалов. Судя по тому, с какой частотой выходят новые работы в области мягкой роботехники, даже в последние месяцы недели, она развивается стремительно. Тут же целая сборная из нескольких команд ученых пошла дальше. Она сделала ДНК робота, собирающую саму себя, как оригами, машину из молекул ДНК. Но это не то, ради чего ее придумали. Главное, она может причаливать к нужным клеткам в нашем теле и жмякать их. Но очень аккуратно, буквально применять силу в один пиконьютон, это в триллион раз слабее, чем нажатие пальца на кнопку автоматической ручки. И в этом случае вся самая сложная инженерия выполняется за счет хорошо изученных нами природных механизмов. Одни заставляют части молекулы с генетической информацией собираться нужным образом в нужную конструкцию, а другие получать нужные свойства и алгоритм поведения у бота без чипов и кодинга. И вот мы имеем робозонд, который мнет нужные нам клетки и раскрывает загадки одного из важнейших механизмов, скрытых глубоко в нашем теле – механочувствительности. Ведь в наших клетках, то есть на уровне молекул, есть рецепторы, которые отвечают за распознавание нажатий, касаний, то есть механического воздействия. Так вот, его нарушение этого механизма влияет на развитие серьезных болезней, вроде рака. Мутировавшие онкоклетки могут мигрировать и приспосабливаться к разным условиям в незнакомых им прежде частях тела, в том числе благодаря аномальной способности ощущать механические воздействия, как не могут здоровые клетки. И вот теперь с помощью ДНК-боты мы можем на молекулярном уровне проникнуть в эти до сих пор скрытые от нас процессы и изучить их с потрясающей детализацией. Но пока такие самодостаточные мягкие роботы, которые должны бороздить просторы нашего внутреннего мира, все же редкость. Больше всего исследователи экспериментируют пока с возможностями более жесткого контроля машин. Сейчас основных подходов при создании роботов для отправки внутрь тела – два. Управление с помощью света, в основном лазеров, и с помощью магнитного поля. Именно внешним магнитом тот жидкобот обязан своей подвижностью. Самые внимательные, думаю, догадались, что это, по сути, феромагнитная жидкость, а в этом случае масло с микрочастицами железа. Может, кто-то даже помнит времена, когда от вирусных роликов с такими штуками ломились все более-менее крупные площадки в интернете. Ученые же в этом деле достигли уровня Бог. Они снаружи, с помощью хитро собранного набора магнитов, манипулируют частицами бота. В новой работе авторы показывают, как можно разделить тело будущей машины на части разных размеров, управлять ими по отдельности, а потом соединять, тем самым делая то, что раньше не удавалось никому, менять на ходу масштабы управления и контроля. Стоит доработать феромагнитную жидкость, и вот мы уже получили робослайм. Он не просто меняет формы, он может захватывать объекты и перемещать их, а значит уже решать задачу в теле человека, не нанося ему вреда, в том числе доставлять в нужные точки лекарства. Думаю, многим покажется, что эти магниты какой-то детский сад. Но, во-первых, эти магнитные поля очень сложно устроены, и они очень точно и очень тонко переключаются. Это технически, инженерно очень сложная конструкция. Во-вторых, это только одна из десятков и десятков только-только возникающих на наших глазах технологий. Ну вот какой смысл в ботах, собранных из клеток сердца? Вот эти рыбки, не имея мышц, тем не менее могут плавать за счет сокращений, как у сердца. А все потому, что в отличие от обычных мышц, которым надо получить сигнал от нервных клеток, у клеток сердца электрический импульс передается напрямую между собой. Так исследователи и придумали использовать клетки, чтобы сделать подвижных микроботов без сложной мышечной машинерии. При этом у этих роботов есть мышцы. Другие ученые придумали самую маленькую в истории летающую штуковину, созданную людьми. Чип-крыло размером с песчинку или голову муравья. Даже в начальном виде эту технологию можно уже использовать, например, для мониторинга загрязнений в окружающей среде. Пустил по ветру и следи за показаниями. Эти чипы сами со временем разлагаются в природных условиях через некоторое время. Но самая жара начнется, когда такие разные, далекие друг от друга идеи начнут переплетаться, сплавляться, и произойдет синтез нового. За этим последует выход на новый, совсем взрослый этап развития мягких роботов. Недавно я в одной из пушек рассказывал о технологиях роевого интеллекта. Для тех, кто забыл или не смотрел, напомню, что это за крышесносная штука и что будет означать ее внедрение в мягкой роботехнике. Японские ученые создали первых микроботов, которые действуют как рой и умеют решать сложные задачи. 5 миллионов молекулярных машин, способных распределять нагрузку между собой, а значит то, что не смогли бы сделать 1, 2 или даже десятки тысяч, точно осилят сотни тысяч и миллионы таких ботов сообща. Каждая из них это микротрубочка с молекулой ДНК во главе. А к трубочке приделан моторчик из знаменитого белка кинезина, вы его наверняка видели не раз. Вот такой шагающий паренек. Чтобы рой можно было контролировать, тут я подчеркну, контролировать, а не управлять им, не хватало системы связи с каждым из ботов. Так что ДНК связали с молекулой азобензола. Она типа радиоприемника, только вместо радиоволн воспринимает свет. Посветили, и толпа ботов становится подвижным роем. А если обдать ультрафиолетом, успокаивается. Теперь можно, например, перевести груз, гигантские по меркам ботов, полистироловые шарики. Невольно возникает вопрос, а при чем тут самоорганизация и роевой интеллект? Это же люди щелкают переключателем, а боты лишь исполнители. Нюанс состоит в том, что светом активируется роль, а не отдаются команды. Пойди туда, сделай то. Вот что я имел ввиду, когда говорил, что контролируется, но не управляется. Без света это бессмысленная толпа одиночек, молекулярных машин. А стоит посветить, как запускаются естественные механизмы, заложенные самой конструкцией этих ботов. Они начинают роиться, держаться вместе и двигаться сообща, координируясь между собой. Одни наваливают шарики, а другие вместе тащат их вперед. А теперь представьте себе самоорганизующийся рой летающих роботов, которые строят дома. Хотя зачем представлять? Уже делают что-то в этом духе. Эти дроны покрупнее, конечно, поэтому вполне справляются с возведением пока нехитрых конструкций. Или представьте себе рой роботов с виртуальной ДНК, которые умеют собирать себе подобных, обмениваются виртуальными генами и, как следствие, эволюционируют. Лучше приспосабливаются к непростому миру, как если бы они были живыми, без участия человека. И такое уже создается. Тоже совсем новая работа. Технология называется треугольник жизни, потому что в основе лежит цикл, как и в жизни. А цикл состоит из трех этапов. Производство, обучение, испытания. Или на языке человеческих реалий зарождение детства взрослой жизни. Вот как это выглядит сейчас, лишь в начальной версии технологии. Сначала рождается робот первого поколения. А точнее его собирает роборука в фабричном отсеке. Собирает из модулей. Каждый — это как бы орган со своей функцией. Главный из них — нечто вроде мозга. Блок, где вместе и батарея, и электроника, которая будет управлять остальными органами. Если или когда они будут добавляться. Другие органы, каждый, дает какую-то определенную способность. Воспринимать свет или тянуть за собой, или наоборот, толкать и так далее. Так что в процессе эволюции роботы могут обзавестись самыми разными сочетаниями органов способностей. Совсем как в старой доброй игре «Спор». На каждом этапе эволюции у тебя были очки, которые ты мог потратить на развитие своего существа. Дать ему крылья, добавить лап или рогов. В общем, собрать, что захочешь. Здесь же такого боженьки нет. И очками эволюции распоряжается сама эволюция. То есть алгоритм, который сработает попозже. Когда роботу надо будет пожить на арене. То есть на этапе взрослой жизни. Если там он будет справляться хорошо, то сможет передать свои виртуальные гены следующему поколению. А это не только какие органы должны быть у его потомков, но еще и как они располагаются. И как они взаимодействуют с этим миром. Но если бот окажется не приспособлен к суровому миру, то генетический набор его сгинет в естественном отборе. Между рождением и взрослой жизнью роботы проходят этап обучения в учебке. Там можно использовать все, чем богато тело, и ошибаться. И за это пока не очень дорого расплачиваешься. В учебке запускается алгоритм, который требует от робота пройти ряд заданий. Добраться до определенной точки, сдвинуть объект. Что-то несложное, но позволяющее отсеивать совсем уж нигде способных ботов. Кто совсем никак и ничего, того роба-рука автоматически разбирает на элементы для создания новых детишек-ботов. Но кто хоть как-то досправляется с учебкой, отправляется сражаться за выживание во взрослую жизнь, на арену. Где наследство оставят только самые приспособленные. Одна из главных идей всей этой системы состоит в том, что у всего, что происходит в физической реальности на всех этапах, есть отражение в цифровой реальности. У каждого робота есть виртуальные копии, эдакие аватары. И они живут параллельно, зеркально. Именно в цифровой вселенной как раз становятся возможны мутации, ибо гены виртуальные. Это программный код, по которому роба-рука и создает нового робота. Это не только костыли, чтобы сымитировать у примитивных ботов из пластика гены и эволюцию. Это еще и возможность избавиться в эволюции болванчиков от ограничений физической реальности. Стоит отвязать хотя бы на время в виртуальную вселенную от нашей, как можно за считанные секунды там, в автономном режиме, пройти жизненные циклы в несколько десятков или даже сотен поколений роботов и получить самые успешные конфигурации. Останется лишь эти отобранные эволюции генетические сеты отправить на рождение, то есть роба-руке на сборку. И вот теперь, думаю, несложно представить, что с развитием всех разработок, которые я сейчас упоминал и которые не упомянул, исследователи скоро начнут создавать гибриды, экспериментировать, совмещая одно с другим, находить, конечно, и тупиковые сочетания, но будут и те, что окажутся прорывами и, возможно, и историческими достижениями. И здесь я не боюсь слова «исторические», потому что возможности мягких роботов поразительно разнообразны, и воплотить их в реальность становится все проще. Химики создают для гибкой электроники и мягких роботов новые материалы, вроде этого крайне эластичного пластика, а инженеры научились печатать на 3D-принтере из метаматериалов за один заход метаботов, способных двигаться, ощущать среду и принимать простейшие решения. А биоинженеры теперь могут наращивать человеческую кожу на роботах, правда, пока больше на классических машинах, чтобы люди могли касаться их и воспринимать уже немножко как своих. Но это нюансы. Главное, исследователи продолжают находить новые способы соединять живое с неживым и цифровым, и создавать ботов нового типа с новыми способностями. Уверен, кого-то из вас к этой минуте уже не раз посещали темные мысли. А что, если Рой будет управляться искусственным интеллектом, обученным на устранение человека? А что, если мы получим оружие нового типа, более смертоносное и неконтролируемое? Ну, попробуй отследи летающего бота размером с песчинку с ядом на борту. Могу на эти страхи перед новыми технологиями и возможностями лишь снова и снова повторять. Люди и их общество меняются намного медленнее, чем доступные им инструменты. И это проблема не инструментов. Не будь ничего, что дал нам технологический прогресс, убивали бы по старинке камнями и палками. Но пока одни убивают чуть более современными палками, у других появляется все больше возможностей спасать жизни, делать их лучше и счастливее, а может однажды и остановить современных неповзрослевших приматов, чтобы им было неповадно хвататься за новые камни и палки. Если вы все еще здесь, со мной, на этом канале, значит вы из тех, кто ценит созидание и прогресс. Спасибо, что вы есть. И не забывайте, что вы не одни. Нас не так мало, как нам хотят внушить. Спасибо, что поддерживаете выход новых роликов. Спасибо за подписку. Здесь, с помощью этой кнопки на ютубе, на бусте. Я завел страницу и там. И, конечно, на патреоне. Особенно. И всем, кого не упомянул. Спасибо и всем, кто поддерживает лайком и комментарием. С вами был Влад. Это Сайван. Мирного нам неба. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok